Когда мне пришла повестка, призвали в армию, хотелось идти с Богом, чтобы Бог сопровождал меня по жизни и там, в этих ситуациях. Понимал, что это будет определенная ответственность и перед Богом. И когда нас на поезде везли к месту моей службы, были определенные переживания, потому что я был верующим и принял решение, что я не буду принимать присягу по религиозным убеждениям, что служить я не отказываюсь, а вот в руки оружия брать не смогу, потому что религиозные убеждения не позволяют этого сделать. И было трудно, непонятно, что тебя ждет впереди. И вот в поезде, пока нас везли несколько суток, в поезде ночью мне снится сон. Бог показывает ту часть, где я буду служить. КПП я вижу, значит, три тополя, казарма двухэтажная одна, казарма одноэтажная. Все это вот я вижу прям как воочию. Ну, привозят нас, смотрю, нет, не совпадает. Три тополя нет, казарма трехэтажная вместо двухэтажной. Думаю, наверное, что-то я не то увидел. Потом нас распределяют, и после этого отправляют уже каждого в свою роту. И получилось, что меня распределили в третью роту. И вот, когда я приезжаю, подвозят нас к этой роте. Я вижу КПП, которое я видел, три тополя, которые растут, казармы, в которых я был. Я понимаю, что Бог мне говорит, Андрей, не переживай, не волнуйся. Я знаю, где ты будешь служить. Все у тебя будет хорошо. Вот, и находясь уже там, да, Бог, я чувствовал, как Он меня благословляет и помогает, хотя были определенные трудности. Там, в армии, я тоже принял решение, что буду соблюдать Божьи заповеди. В субботу ничего делать не буду. Поговорив с командованием, мне пошли на встречу. Дали мне кабинет старшего лейтенанта. И в субботу я уходил с утра туда и вечером возвращался. У меня была с собой Библия. Я ее изучал каждую субботу. И вот однажды, в субботний день, прибегают ко мне и говорят, я был электриком по части, что на кухне вот-вот-вот взорвется котел. Его нужно срочно выключить. Всех эвакуировали, потому что котел был очень большой, и он нагрелся до такой степени, что готов был просто вот разорваться. И мне говорят, ты должен пойти и выключить. Мысли разные пробегали в голове. Думаешь, вот ты сейчас зайдешь, и он рванет. И все, и тебя просто не будет. И был определенный страх. Вот я захожу в эту казарму. За мной закрываются двери. Я стою на колени и молюсь. Я говорю, Господи, помоги, чтобы я мог все сделать и выйти живым. И сохранить казарму. Потому что если бы рвануло, наверное, пол казармы разнесло бы точно. Помолился и такими аккуратными шагами дошел до рубильника, все это вырубил. И пулей выбежал обратно. Все-таки в страх. Он все равно, когда я это увидел, что там все это трясется, и все на такой грани, что оно сейчас взорвется. Хотя помолился, но выбежал я очень быстро. И там спрашивали, ну как? Я говорю, все выключил, надо подождать, пока все остынет. Невзирая на, может быть, какое-то недоверие Богу, на какой-то страх, я видел, что Бог все равно хранит. Он оберегает, и Он помогает в жизни идти, невзирая на сомнения и невзирая на страх. Субтитры создавал DimaTorzok